Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас я приношу перцы в теплицу, расставляю их, готовлюсь к высадке. Сразу, конечно, рисую план, пишу, где какой перец у меня будет, чтобы потом не запутаться в сортах. И нынче из-за того, что очень долго было холодно, перец, конечно, у нас перец стоял дома, его бы уже по-хорошему давно надо было высадить, но не позволяли условия. Во-первых, теплица у нас неотапливаемая, и при минусах ночью, здесь тоже не очень тепло, перец может заболеть и погибнуть. И еще тут у нас скрывались помидоры, томаты, которые для открытого грунта от мороза. Девать их было некуда, они заняли перечную теплицу. Но сейчас я их понемножку начала высаживать, и вот одна половина освободилась, здесь я уже планирую высадить перец. Высаживаю всегда по два в лунку, вот они стоят парами. Лунки заранее уже я разметила, углубила, заправила. Ой, сейчас переползем через ящик. Все заправила я. И для чего я снимаю, я хочу показать вам, что я делаю с лунками, что я добавляю в лунки, чтобы потом, почти все лето, я сюда больше не захожу, никогда я не кормлю перец. Хотя нынче я зарекаться не буду, весна очень плохая, рассада вся мучилась, перестояла. Какая-то она, наоборот, вот видите, вымахала сильно. Какая-то угнетена, потому что у меня стаканчики маленькая. И поэтому я зарекаться не буду. Возможно, буду еще подкармливать перец. Но только потому, что год нынче очень сложный, плохой для рассады. Сильно долго она маялась. А вообще, для того, чтобы ни разу за лето не заходить в теплицу, я всегда делаю все весной, при посадке. Один раз постараешься, побольше времени затратишь, зато потом летом свободен. Сразу добавляю перегной обязательно в лунку, чтобы потом азотом не кормить никакими удобрениями. Обязательно ложка золы, обязательно ложка рыбной или костной муки. И добавляю чуть-чуть удобрения комбинированного, чтобы был фосфор и калий. То же самое. Короче, я добавляю и натуральных продуктов, вот таких удобрений. И вот такие органы минерального удобрения, ОМУ, я уже говорила, весенние. Именно при весеннем внесении, тут у нас азот, фосфор, калий, магний, микроэлементы. Это идеальное удобрение, ложечку в лунку делаю, все с грунтом перемешиваю. И только потом я высаживаю эти перцы. Конечно, это получается очень долго, то, другое, третье, все нужно хорошо перемешать. Пошла! Пошла! Но потом, зато перцам надолго-надолго хватает вот этого питания. Они сейчас, вот видите, они немного некоторые желтоватые. Они сейчас все возьмут, что им нужно. Позеленеют, окрепнут. Листва у них прибавятся, зацветут, завяжутся. И только когда у них уже будет много плодов, возможно, им не хватит. И тогда, может быть, я еще раз подкормлю. Но об этом буду говорить потом. Вот сейчас я рассказала, что я делаю на начальной стадии. Подождите. Чтобы перчиком было хорошо. Смотрите, что делает. Один закоп... Тут еще надо охранять от кошек, чтобы кошка не сломала, надо выгонить. Ну все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Буду продолжать работать. Дальше рыть ямочки. Вот так я удобряю перец весной. Все. Субтитры сделал DimaTorzok